Так, а теперь должно быть и видно, и слышно. Поставьте плюсики, если это так. Я очень люблю работать с видеопотоком, чтобы общаться с вами буквально вживую. Отлично, рада вас всех приветствовать. Меня зовут Лилия Донскова. Я одна из лидеров открытого интернет-проекта «Карьера онлайн». И сегодня мы с вами поговорим о том, как зарабатывать в интернете без капиталовложений, то есть раскручивая свой бренд, свою систему работы под нашим чутким руководством. Ребята, поставьте в чате пятерочки, кто пришел к нам в проект зарабатывать. То есть кого интересует заработок, а не просто интернет-магазин и скидки, и хорошие акции с товарами. Кому интересен именно бизнес, поставьте пятерочки. У нас чат чуть-чуть притормаживает, поэтому я буду и говорить сразу, и двигаться вперед. Меня радуют ваши ответы. Это очень хорошо. Раз пришли на бизнес, значит, сегодня будем говорить конкретно о бизнесе. И чтобы бизнес пошел успешно, он развивался, чтобы он приносил радость, позитив не только эмоциональный, а еще и материальный, то мы сначала всегда говорим про мечты. То есть мечта – это как топливо для хорошего автомобиля. Если автомобиль классный, а топлива нет, то автомобиль никуда не поедет. Поэтому какие ваши мечты будут вас заставлять каждый день целенаправленно разбираться в этом бизнесе, изучать его, смотреть видеоуроки, выполнять задания. То есть если у вас эти мечты есть, это отлично. Если нет, их, конечно же, нужно будет найти. Потому что бизнес у нас непростой, деньги на голову не сыпятся. И у нас, конечно, огромное преимущество перед всеми другими видами бизнесов. Об этом тоже сегодня поговорим. Но в первую очередь это цели, мечты и цели. Если они у вас есть, напишите в чате, поделитесь. Я расскажу немножечко о себе, как я сама пришла в проект. Меня сюда привели, конечно же, мечты, огромные мои мечты. Это вот третья картинка – это квартира, своя квартира. Я обычный бухгалтер по образованию. Очень много работала. Совмещала, бывало, 2-3 работы одновременно. И это не приносило никакого результата. И в какой-то момент я поняла, что если я не начну делать что-то по-другому, то есть не как я раньше делала, то в моей жизни ничего так и не изменится. И поэтому я стала искать информацию, рыть, как другие люди зарабатывают. И, в общем-то, единственное, что я нашла, это строить свой бизнес. Но чтобы строить свой бизнес, нужны деньги. Денег у меня не было, естественно, чтобы вкладываться в какой-то бизнес. И вот дорога меня привела вот в этот проект. Я благодарна судьбе, что встретилась с нужными людьми, что мне рассказали правильно информацию, как работает этот бизнес. Потому что, ребят, я вам так скажу. Если вы идею бизнеса поймёте, вот самую суть сокровенную, то у вас всё получится. Если вы будете по верхушкам смотреть, то есть, да, там слышу звон, не знаю, где он, и не будете углубляться, толку от этого не будет. Это, в принципе, касается абсолютно любого дела. Абсолютно любого. Согласны со мной? То есть, в любом деле нужно разобраться. И мы всегда объясняем на всех наших презентациях. У нас есть такое правило. Мы объясняем, что мы вас не будем учить работать и, как говорится, да, как работать. Мы вас будем учить зарабатывать, становиться бизнесменами, раскручивать свой бизнес. Мы для вас, партнёры, мы не руководители, мы вам не директора, не шефы, которым вы там будете поклоняться и отчитываться. Мы строим партнёрские отношения всегда, на любом уровне. И ребята, которые уже давно с нами работают, я думаю, что вы это подтвердите, что у нас нет начальников, да, нет подчинения, у нас есть партнёрские отношения. Мы делимся информацией, объясняем всё, обучаем, чтобы наши партнёры были грамотные и быстро росли по карьерной лестнице. Нет смысла учить работать. Это мы вас учили и в школе, и в институте, везде. Мы вас будем учить зарабатывать. И сегодня мы проговорим пять важных вещей. В чём смысл бизнеса? Откуда здесь деньги, что нужно делать, кто вам будет помогать и что получится в результате. Итак, приступим. Ну, первый плюс, то, что мы работаем через интернет. Это не панацея. Ребят, когда вы разберётесь в бизнесе, вы сможете применять все навыки и весь опыт также и в реале с обычными людьми работая. Это тоже даёт прекрасное расширение бизнеса. Удобно через интернет сопровождать людей, чтобы каждый раз не встречаться. Удобно то, что мы не тратим время на поездки в офисы, на встречи. То есть мы работаем в комфортных очень условиях. И напишите, пожалуйста, в чате, из какого вы города? Я из города Саратов. И вот я вижу, что вы из разных городов. Может быть, тоже кто-то есть из Саратова. Но вот я вижу знакомые фамилии. Это Москва. Великие Луки. Луки даже первый раз слышу такой город. Все из разных городов. И нам не мешает расстояние общаться, обучаться и развиваться. Телябинская область. Супер. Для многих людей это единственный выход зарабатывать. Потому что кто-то привязан дома, с малышами сидит. Кто-то в инвалидном кресле. Кто-то работает, любит свою работу, но она не приносит удовлетворения. Потому что мало платят денег. В основном по этой причине. И для многих людей это выход работать через интернет. И совмещать с основными своими делами. И сейчас на дворе информационный век. И согласитесь, что нужно шагать в ногу со временем. Чтобы быть в тренде. Чтобы все успевать. И соответствовать времени. Нечего сидеть в прошлом. Если интернет так развивается, интернет технологии. То нужно тоже в них вникать и разбираться. И на сегодняшний момент уже 85% россиян только делают покупки через интернет. И этот процент каждый день растет и увеличивается. Ребята, вы сами делаете покупки в интернете? Хоть раз, хоть что-то покупали? Поставьте в чате плюсики хотя бы. Или что вы покупали. Мы очень активно пользуемся интернет-магазином. Даже наряд на мне. Это тоже я вчера получила буквально с интернет-магазином. Интернет-магазина Алиэкспресс. Мы часто пользуемся Озоном, Яндексом. Это очень удобно. Это очень быстро. Единственный момент, что все интернет-магазины объединяют одну вещь. Это удобство. Это комфорт. Выгода. И отсутствие выгод, если мы рекомендуем этот магазин своим друзьям. То есть, скольким людям я рассказала про Алиэкспресс. В результате Алиэкспресс мне даже спасибо не сказал. Они даже не знают, что эти люди пришли по моей рекомендации. Интернет-магазин, который будем мы с вами раскручивать, это хостовары. То есть, хостовары ежедневного применения. Шампуни, кондиционеры, пена для бритья. Все вещи, которые, зубные пасты, которые мы используем каждый день. Утром человек встает, идет в ванную. Вечером опять идет в ванную, чтобы привести себя в порядок. И это не зависит ни от возраста человека, ни от его статуса в обществе. Все люди моются. Согласны? Поэтому мы выбрали вот именно такой интернет-магазин. Эти товары нужны всем и всегда. И они быстро заканчиваются. Для нас это значит, что покупатели будут возвращаться часто в интернет-магазин. Каждый месяц, совершая какие-то маленькие покупки. Итак, как работает эта схема и откуда берутся деньги? Вот смотрите, давайте так и будем рассматривать на примере шампуня. Если шампунь стоит в магазине, и клиенты пришли его покупать в магазин. Рубль бум или любой другой магазин, какой есть. Ценник, который указан, цена товара в магазине, она всегда фиксированная. И в магазине люди не торгуются, то есть пришли по факту, но сколько стоит, столько и платят. Потому что выбора нет. Или выбирают по кошельку, насколько хватает денег. Вот эта цена, она откуда берется? Ребят, никто никогда не задумывается. Просто пришли в магазин, купили, что нужно и ушли. На самом деле, когда производитель произвел этот шампунь, он на него ставит свою цену. Свою цену он туда закладывает, сколько он потратил на производство. И добавляет себе прибыль, чтобы купить все расходы, выплатить зарплату сотрудникам. То есть он туда закладывает все эти необходимые моменты. Далее, производитель никогда не отдаст клиенту один шампунь. То есть мы не можем прийти на фабрику и сказать, продайте мне по себе стоимость, я не хочу переплачивать в магазине. Такого нет. Производитель сотрудничает только с крупными дилерами, с огромными такими оптовиками, закупщиками. Они закупают товар, делают свою накрутку, потому что им нужно оплатить за транспортно-кодные расходы, оплатить аренду склада, людям зарплату выплатить. Далее идут реклама, налоги. Очень много денег тратится именно на налоги, на санэпидемстанции, на все прочие расходы. Сотрудникам платить. И вот эти все проценты, которые накручиваются, они добавляются к стоимости товара. И в результате, если у производителя шампунь стоит рублей 50-70, то в конечной цена его будет примерно 300 рублей. То есть получается, что клиенты платят вот эти все накрутки, все расходы оплачивают покупатели, которые пришли в магазин. Это понятно, ребят, на этом этапе сейчас? Поставьте пятерочки, кто все, вот эту схему вы понимаете и принимаете. Накрутки в среднем составляют где-то примерно от 500% до 2000%. Вы только вдумайтесь в эти цифры гигантские. Смотрите, как работает наш интернет-магазин. Наш производитель производит продукцию и отдает ее напрямую нам с вами. То есть мы ее берем со склада, свеженькую, прямо с конвейера. Продукция всегда качественная. Мы уверены, что здесь подделка невозможна. Потому что если в случае с магазинами там просто зашкаливает уровень подделок, то в этом случае производитель отдает напрямую нам, то есть мы прямые клиенты, и он заинтересован, чтобы качество было на высшем уровне. Потому что если нам с вами что-то не понравится, то мы не вернемся. Это первое. Второе. Мы не будем рекомендовать этот магазин своим знакомым. Соответственно, что мы с вами делаем? Мы можем, любой человек, который приходит, может просто пользоваться продукцией со скидкой, потому что производитель отдается по очень выгодной цене. Второе. Мы можем информировать круг своих друзей о том, что они тоже могут делать покупки в этом интернет-магазине. И мы за расширение товара оборота получаем процент. То есть приведя человека, любого, присоединив его в компанию, мы за все его покупочки всю жизнь будем получать проценты. Вот это огромное преимущество, что компания делится частью своих денег, частью своих прибылей с организаторами. То есть не просто с клиентами или с людьми, которые продают эту продукцию, потому что можно ее и продавать. Это тоже приветствуется. Но это маленькие доходы. Ребята, я уверена, что вы пришли сюда зарабатывать не тысячу рублей и не две. Напишите в чате, сколько бы вы хотели зарабатывать, какая сумма вам интересна и к чему вы стремитесь, к какому доходу. Потому что я, когда пришла в этот интернет-проект, мне была интересна сумма 30 тысяч. Сейчас, конечно, цели совсем другие. Да, вот 100 тысяч, 200, 150 – это нормальные реальные суммы, которые здесь и нужно зарабатывать, и можно, и даже большие суммы. Так вот, если вы будете продавать товар, то этих денег вы точно никогда не заработаете. На продажах можно заработать одну, две, три тысячи, не более того. Поэтому мы вас будем учить быть управленцами вашего филиала, вашего интернет-магазина с компанией Арифлеем. Почему работаем именно с Арифлеем? Потому что это брендовая компания, она раскрученная, она известная по всему миру. И на рынке она уже работает 48 лет, даже в этом году 48 лет исполнилось. Она производит товары повседневного спроса, которые нужны всем, и огромный ассортимент. Каждый человек может найти здесь для себя что-то, что ему подходит по карману, по кошельку и по вкусу. И что важно, что компания нам дает возможность получать официальный доход. То есть это не просто хобби, на киви кошелечки нам деньги переводят. Нет, ребят, мы получаем деньги официально. То есть мы делаем отчисления в пенсионный фонд, платим налоговую по упрощенной системе налогообложения. И мы официально трудоустроены. Я думаю, что вам понятно, насколько это выгоднее. Смотрите, в магазине человек получает сомнительное качество, может быть просроченный товар, наценка большая, подделки. И не получаем деньги за рекомендации в обычном магазине. Почему выгодно делать покупки в своем интернет-магазине и его всем рекомендовать? Сразу скидка 20% на все покупки. У нас есть сертификаты на каждый отдельный продукт, сертификат качества. Компания несет ответственность за продукцию. То есть если вы в магазине купили, помыли или нанесли крем, пошла аллергия, не понравилась, вы придете в магазин и вам скажут, ну извините, это как бы не к нам вопросы. Все, купили, до свидания. Не нравится, покупайте другое. Здесь же, если что-то не подходит или не нравится, мы продукцию можем вернуть обратно. И, конечно же, получение возможности дополнительного или лучше даже основного дохода. И что нужно сделать? Первый шаг – это поменять обычный магазин, где вы раньше делали покупки, на интернет-магазин. Я всегда в этом случае спрашиваю, ребят, если бы вы открыли магазин, ну например, продуктов питания, там было бы у вас молоко, хлеб, яйца. Домой бы вы, где покупали, откуда бы вы домой несли продукцию хлеб, молоко, яйца. У себя бы в магазине брали или пошли бы в соседний магазин через дорогу и там бы купили эти же продукты? Ответ очевиден, конечно же, у себя. Ребят, у нас та же самая ситуация. Сейчас вы не вкладывали деньги, но вы открыли свой интернет-магазин, в котором более полутора тысяч наименований продукции ежедневного спроса. Поэтому, мне кажется, этот вопрос просто, ну даже, он сразу отпадает, да, где покупать теперь продукцию с этого дня, где брать зубные пасты, шампуни, гели, пену для бритья, там, косметику декоративную, парфюмы. Вы готовы поменять обычный магазин на интернет-магазин? Ну, тоже поставьте плюсики или минусы, как вам удобно. Из чего мы начинаем делать? Мы даем информацию своим знакомым, родственникам о том, что мы открыли интернет-магазин, и первое, что мы делаем, это делаем бизнес-предложения. Ребят, ни в коем случае, никогда мы не начинаем с продажи, с рекомендации продукции. Мы учимся приглашать людей в бизнес, ищем партнеров, с которыми мы будем долгие годы выстраивать этот бизнес, и получать с этого огромные дивиденды. Приглашаем несколько человек и учим их делать то же самое. То есть, простые действия. Пользуемся продукцией сами. Приглашаем своих знакомым, рассказываем им о возможности уникального бизнеса, об уникальной бизнес-системе. Учим их пользоваться продукцией в своем интернет-магазине и учим их приглашать своих друзей. То есть, в принципе, это три действия. Пользуемся, приглашаем, обучаем делать то же самое. Как думаете, справитесь с такими задачами? Поставьте пятерочки, кто думает, что справится с такими задачами. Самый главный вопрос всегда – сколько я заработаю? То есть, какие действия нужно сделать и сколько я заработаю? Ребят, нам не платят деньги за подписание людей. Нам не платят деньги за то, что мы ходим, просто учимся. Нам компания платит деньги за организованный товарооборот. Поэтому, смотрите, да, на слайд, что нужно делать? Нужно организовывать товарооборота. То есть, каждый участник команды берет продукцию для себя. Кто-то берет на 500 рублей, кто-то на 1000, кто-то на 5. У каждого свои потребности, у каждой семьи. Если семья большая, много людей, соответственно, продукция берется больше. Если вы один и вам много не надо, берите столько, сколько вам нужно. То есть, здесь нет обязаловок, никто вас заставлять не будет покупать, продукции много. При организованном товарообороте в 6000 рублей ваши выплаты составят 3%. То есть, первый доход с бизнеса вы получаете уже, организовав товарооборот, 6000. Представляете? Ни в одном бизнесе нет такого, чтобы без капитала вложений. Ни в одном бизнесе такого нет, чтобы человек построил бизнес, вложил туда кучу денег первоначально, и чтобы он в первый месяц уже получил прибыль. То есть, сначала в любом бизнесе идет, как называется, окупаемость бизнеса. То есть, сначала окупаются вложения, а потом только человек начинает получать прибыль. Уже это может случиться через несколько лет. В нашем же бизнесе мы, не вкладывая денег, можем получать деньги сразу. Уже с первого месяца работы можно получить первую сумму. У каждого, конечно же, получается по-разному. Кто-то берется за дело, как говорится, бойко, динамично, делает много привлечений людей в свою команду, в свой филиал. Кто-то делает медленно. Соответственно, результат финансовый у всех будет свой. Например, смотрите, если организовать товарооборот 200 тысяч, ваша выплата составит 22%. То есть, это уже от 25 тысяч в месяц. И у нас есть люди, которые за один месяц делают такой результат. Я лично сделала этот результат за 4 месяца. То есть, пока, да, вникла разминка, начало, потом пошло, знаете, как снежный ком. То есть, я пригласила несколько человек, они по несколько человек, те еще начали приглашать. То есть, ребят, вы должны понять, что все люди, которые пойдут уже после вас, и все приглашения, которые они будут совершать, это будет все ваша команда. И вы будете получать процент со всех покупок до любой глубины, до любого уровня. Я надеюсь, вы это понимаете. Здесь вот на схеме более понятно. Вот смотрите, например, это вы и пригласили два активных партнера. И научили их делать то же самое. То есть, каждый приглашает по два. Посмотрите, какие выстраиваются огромные команды. То есть, благодаря простому приглашению и обучению организуются гигантские товарообороты. Вот наша команда за прошлый только каталог организовала товарооборот порядка миллиона рублей. При этом каждый участник делал, что делал. Себе брал чуть-чуть. Кто-то делал небольшие продажи своим друзьям, родственникам, то есть, привлекал их в свой интернет-магазин. И в результате сложилась огромная сумма денег. И, соответственно, каждый получает свой процент. Потому что, вот смотрите, вот у этого человека, у него своя команда маленькая. Он за нее получит процент свой. Вот насколько все вместе сделали покупок. У этого человека команда чуть больше. Соответственно, у него выплата будет больше. У этого еще больше команда. Он побольше работал. А у вас, соответственно, огромная команда. Поэтому и выплата будет больше, чем у других. Хотя могу сказать следующее, что любой из ниже стоящих людей в глубине может зарабатывать больше, чем тот, кто стоит над ним. Это тоже так устроен правильно маркетинг-план. Кто много работает, тот больше и получает. Что нам выгодно с вами делать? Смотрите, берем человека, партнера, и помогаем ему выйти на доход 22%. То есть верну обратно слайд. То есть вот на этот доход мы учим выйти нашего партнера, чтобы его филиал организовал товарооборот 200 тысяч рублей. Сейчас вперед продвинусь. То есть как только ваш партнер выходит на такой уровень товарооборота, он становится директором филиала. Директором. То есть у него зарплата, официальный статус, приглашение на банкет директоров, на праздник, где будет, да, поздравлять. И самое главное, что происходит с вами. Вы будете получать 5% пожизненно с этой команды. Так вот, у меня проценты не поместились. 5% с одной команды. По сумме это получается примерно 15 тысяч. Соответственно, товарооборот команды будет увеличиваться, ваша выплата тоже будет увеличиваться. Это понятно, поставьте плюсики. То есть мы заинтересованы в том, чтобы наши партнеры выходили на хороший доход. Поэтому, ребят, если возникают вопросы, вам непонятно, у вас что-то не получается, потому что в интернете есть специфика действий. Вам нужно своего наставника, человека, который вас пригласил, его нужно доставать. Вопросами звонить, спрашивать. То есть ваш наставник будет рад, потому что как только вы станете директором, ваш наставник будет получать еще больше денег. Понимаете? То есть за следующего директора вы будете получать еще 5% выплаты. И еще у нас есть карьерный рост. То есть помимо выплат за команды у нас есть еще карьерный рост. Сейчас чуть позже об этом поговорим. И что самое важное? Этот бизнес передается по наследству. И я как бухгалтер вам могу сказать, что это уникальная возможность работать не просто так на дядю, что когда-нибудь тебя уволят, или ты уйдешь на пенсию, и все это останется у дяди. А мы работаем на свое будущее, на то, чтобы обеспечить жизнь, успешную жизнь своих поколений, своих детей, внуков и правнуков. Потому что это исключительный случай, когда можно свое дело передать по наследию. И вот перед вами сейчас карьерная лестница успеха. Все мы приходим новичками. И я тоже была новичком. И тоже я ничего не понимала. У меня была куча вопросов. Настолько казалось, что я никогда в этом не разберусь. Буквально через одну-две недельки все становится простым и понятным. Поэтому мы двигаемся вверх по карьерной лестнице. Первый уровень – это директор. Далее, золотой директор, когда вы двоим людям помогаете стать директорами. И кто писал, что нужен доход 100 тысяч рублей? Ребята, вот ваша ступенька. Сапфировый директор. Вам нужно помочь четверым людям стать директорами. И вы выйдете на этот уровень дохода. То есть помогая другим, мы помогаем себе. Поэтому найдите людей, 4 человека, которые хотят зарабатывать, которые хотят увеличить свою доходную часть на 30 тысяч, у которых есть 2-3 часа времени в день, и они готовы обучаться, слушаться, выполнять все, что мы рекомендуем. И вы выйдете на такой доход. Помогите другим, поможете себе. Это такой девиз нашего проекта. Также, помимо дохода по зарплате, по деньгам, у нас есть еще бесплатные конференции за границу. Мы месяц назад вернулись из Египта. Ездили с Марией Скляренко и с Аней Мутасовым на первой фотографии втроем. С Аней я познакомилась по интернету, но она живет тоже в Саратове. Так случилось. А Маша Скляренко, она живет в Тюменской области, город Урай. Я такого города даже не слышала никогда. И впервые я Машу увидела на конференцию. А до этого мы всегда общались только по скайпу голосом, переписывались, то есть даже друг друга никогда не видели. И вот таким образом мы отдыхаем. Компания нам устраивает праздники, шикарные вечеринки гламурные, поздравления каждого человека отмечает. И я вам хочу рассказать маленькую историю. Вот здесь на фотографии. Вот здесь девушка в белом платке восточной национальности. Я с ней познакомилась на конференции. Мне было интересно, кто она, как она достигла успеха, как она пришла в компанию. И когда она мне рассказала свою историю, она была просто потрясена. Просто потрясена. Приехала она в Москву из Кыргызстана работать дворником, чтобы чуть-чуть подработать денег, потому что в Кыргызстане очень маленькие зарплаты, и работать негде. И ей рассказали про бизнес с Арифлейм. Ей потребовался всего один год, чтобы вырастить троих директоров. Всего один год. И приехала она на эту конференцию в звании старший золотой директор с доходом около 80 тысяч рублей и привезла с собой 19 менеджеров. Представляете? И я спросила, как вы работаете, кого вы приглашаете? Она говорит, работаем на теплом рынке, не в интернете. Приглашаем своих же, таких же людей, которые с разных стран приезжают в Москву зарабатывать, работают на таких грязных работах, низкооплачиваемых, как называется. Кто в стройке, кто в уборке, кто где. И она говорит, и мы тоже хотим жить хорошо. Мы тоже люди, и мы понимаем, что с Арифлейм мы можем достичь всего, чего только захотим. Но нужно работать. Вот такая вот история потрясающая. На меня произвела очень сильное впечатление. Помимо того, что вы получаете зарплату 30 тысяч, ребят, премия для директоров 1000 долларов составляет. И подарок автомобиль. То есть есть сейчас программа получения автомобиля, за счет компании Арифлейм. Программа непростая. То есть вы не просто получаете машину и доседание. Нет. Вы получаете 70 тысяч рублей на первоначальный взнос. Именно на покупку автомобиля Шкода Рапид. У компании есть контракт с этой фирмой. Это тоже шведская компания Шкода. И у нас есть скидка, большая скидка и прекрасный автобонус. Да, прекрасный автобонус. Мы получаем в месяц 12 тысяч на погашение автокредита. Если показываем, дальше рост. Вот мы тоже получили деньги, но мы не стали брать машину. Взяли. Мы жилье новое еще купили. То есть помимо вот этой квартиры, которую мы купили, мы еще одно жилье себе обосновали. Вот. И мы каждый месяц получаем дополнительно 12 тысяч рублей в зарплате. Знаете, это очень приятный момент. Очень приятный. Дополнительные бонусы. Этот бизнес передается по наследству, путешествия, личностный карьерный рост, признание компании на шикарных мероприятиях и работа в команде с позитивными людьми. То есть, да, с кем поведешься, от того и, как говорится, забеременеешь. То есть, чтобы стать успешным человеком, нужно общаться тоже с успешными людьми, целеустремленными, с людьми, у которых получается, у которых есть чему научиться. Ребят, вот такая вот у нас коротенькая презентация нашего бизнеса. Скажите, пожалуйста, какие у вас вопросы? Может быть, что-то непонятное осталось, да, я что-то не охватила, может быть, что-то вы сейчас не вникли, что делать. Пока вы задаете вопросы и пишете обратную связь, я такое маленькое резюме подведу. То есть, суть, да, что нужно делать. Первое – это научиться, сделать выбор, то есть, как работать. Если вы будете работать с теплым рынком, приглашать знакомых, это даст больший эффект, то есть, вы быстрее увидите результат. Мы учимся в интернете давать рекламу, четкую, понятную рекламу, чтобы люди сами обращались к нам и спрашивали, что за работа, расскажите подробнее. И людей, которым интересно, которые хотят попробовать свои силы, мы их регистрируем в свою команду. То есть, мы учимся давать рекламу, работаем мы по шаблонам, то есть, четко у вас будут все инструкции, что делать, кому что отправлять. То есть, вам не нужно будет сидеть и придумывать каждый раз, что кому написать. То есть, за счет этого экономится огромное количество времени, и процесс работы очень быстро идет. Ну и, соответственно, да, все без нервотрепки, потому что спокойно вы будете знать, где взять шаблончик, что отправить своему кандидату. Набирая команду людей, наша задача – ввести их в бизнес. То есть, не просто их записать, а ввести их в команду, то есть, привести на презентацию, чтобы они послушали, пообщались со спикерами. Да, спикеры у нас менеджеры, которые уже получили результат, чтобы они могли задать свои вопросы, разобраться досконально. Общаемся со своей командой каждый день. У нас есть специальный скайп-чат, в котором мы скидываем полезную информацию, мы отвечаем на все вопросы новичков, мы скидываем там новости. Если новички задают вопросы, мы быстро на них отвечаем, помогаем во всем разобраться. То есть, в принципе, работа автоматизирована практически на 80%. Поэтому мы вкладываем всего 20% усилий, а результат получаем очень большой. И благодаря интернету мы экономим огромное количество времени. То есть, нам не нужно сидеть целыми днями, да, разговаривать с людьми. Зарегистрировали, отправили письмо, и человек уже сам начинает разбираться и вникать. Вопросов не вижу. Хочу вам пожелать, ребят, всем успешного старта, быстро во всем разобраться, во все вникнуть. И несколько нюансов после того, как вы становитесь партнерами. Поставьте, пожалуйста, в чате единичку, кто еще не партнер, то есть, кто еще принимает решение, думает, надо мне это или не надо. Если вы уже все в команде, поставьте пятерочки. То есть, я в команде. Все окей. Так, Юрий еще пока думает. Отлично. Какие вопросы напишите? То есть, над чем размышляете, да, что какие остались такие вопросы, которые еще не дают, как бы, уверенности, чтобы стартануть и начать уже действовать? Пока у нас Юрий пишет свой вопрос, я расскажу несколько шагов, которые нужно делать после регистрации. Активация личного кабинета. Вам на почту придет письмо, да, на электронный ящик, который вы указали при регистрации. Нужно просто нажать вот на это слово. Нажмите. Все, ничего другого делать не нужно. Вы переходите сразу в личный кабинет, и вам придет письмо с вашим логином и паролем. Логин, пароль вы себе сохраняете. Пароль потом можете поменять. Мы даем всем стандартный. Можете поменять на любой, на свой. А вот номер консультанта – это как серия номер паспорта. То есть, это на всю жизнь. Это то, куда вы будете делать заказы, оплачивать, деньги получать, передадите этот номер по наследству. То есть, он единый на одного человека. Он не повторяется. То есть, как серия номер паспорта. Далее. Вы учитесь выполнять правила 3П. Потребляй, посещай, приглашай. То есть, пользуемся продукцией, посещаем мероприятия и приглашаем людей, знакомых. Например, вот Юлия спрашивает, как правильно донести до знакомых, что это бизнес, а не просто беготня с каталогами. Единственный правильный ответ на этот вопрос – никогда, никогда, вот запомните, никогда своим знакомым вы ничего не рассказываете о бизнесе. Это запрещено. Пока у вас нет своего результата, пока вы сами не разобрались до конца и не знаете ответа на все вопросы, пока у вас нет фактов, да, показать, что вот я пришел, и я вот уже получил, что вот-вот у меня там деньги, да, премии, машины, вы пока не рассказываете. Вы своих знакомых можете привести только на такую презентацию или звонок в скайпе. То есть, вы спрашиваете, например, свою знакомую, говорите, Маша, ты хочешь дополнительно зарабатывать деньги? Или, Маша, тебе интересно? Тема денег. У меня есть для тебя деловое предложение. Если Маша говорит, да, мне интересно, вы ей говорите, Маша, ты есть в скайпе? Она говорит, нет, надо скайп установить. Мы пообщаемся с тобой через скайп, я расскажу тебе, что это за бизнес и познакомлю тебя с одним интересным человеком, который уже достиг хороших результатов в этом бизнесе. Маша устанавливает скайп, вы созваниваете с ней и добавляете в разговор своего наставника, человека, у которого есть результаты. И вот этот человек, или я, или еще кто-то из наших менеджеров, рассказывают вашей подруге Маше, в чем суть нашего бизнеса, что здесь нужно делать. И она тогда точно поймет, что это не беготня с каталогами. Потому что беготня с каталогами, ребят, это, ну, это не бизнес. Во-первых, это копейки. Во-вторых, это, ну, это не перспективно абсолютно. То есть это, знаете, как сесть в пустой вагон, который, да, никуда не едет без машиниста. Ответственная на вопрос, Юль? Следующий шаг – это личное использование продукции. То есть, да, вы посмотрите, что вам нужно, чего у вас, да, скоро закончится, чего не хватает, какое-то вы хотите сделать пополнение своей косметички или в ванной комнате и делаете для себя заказ. Есть для новичков выгодное предложение. Если ваш заказ составит по сумме 850 рублей и вы его разместите в течение 72 часов, то для вас бесплатная регистрация. Вы экономите 149 рублей. Вот так напишу. То есть это стандартная регистрационная плата. Но вы можете ее не платить, если ваш заказ будет проведен в течение трех суток с момента регистрации и по сумме от 850 рублей. Следующий шаг – вы проходите обучение, как приглашать людей в свою команду. Вы получаете от наставника пароль в раздел для новичка. Заходите туда, ребят, и все делаете пошагово. То есть вы не прыгаете с места на место, что там посмотрел, там ролик посмотрел, этот пропущу, завтра посмотрю. Нет, смотрите от начала до конца, не надо бежать вперед. Пусть лучше вы будете чуть медленнее развиваться, не так быстро, как другие, может быть. Но пусть это будет ваша скорость, но вы будете делать все правильно, чтобы потом не возвращаться и заново все не проходить. На сайте вы все это изучите. И также у нас есть мероприятия, которые мы проводим ежедневно. Вот это мы убрали. У нас планерки каждый день в 10 утра. Каждый день и в субботу, и в воскресенье. В 14 часов каждый день, кроме воскресенья, у нас проходит презентация для гостей, для новичков, то есть для всех, кто еще не принял решение. И в 15 часов, кроме субботы и воскресенья, у нас проходят обучающие онлайн-семинары в этой же комнате. То есть приходите, сидите, слушаете, задаете вопросы, чтобы вам досконально разобраться. Вот как на уроке в школе. Вот сидят ученики, да, целый класс, а один все время, я не понял, а вот это как, а то как. И он во всем разбирается. А кто сидел, молчал, ушел, говорит, я не понял вообще, что нам училка рассказывала. Ладно, проехали. Ребят, здесь важно, чтобы вы все поняли и научились делать все быстро, эффективно и правильно. И следующий шаг, принять решение уже, да, я в бизнесе или я наблюдаю, как другие развиваются и зарабатывают деньги. Примите правильное решение. Добро пожаловать в нашу команду, нашу дружную, международную команду, где все друг другу рады, где все друг другу помогают, потому что нам выгодно, чтобы вы начали зарабатывать. Ребят, если вопросы есть, пишите. Я вам сейчас поставлю ролик пока. Если будут вопросы, я вернусь и отвечу на них. Если вопросов не будет, то я вам просто хочу пожелать успехов, шикарных выходных и очень эффективного бизнеса, чтобы он вам приносил желаемое, все желаемое, и доход, и эмоциональная составляющая, чтобы она была на высшем уровне, и удовлетворенность. Все, до встречи! Все, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok